Перекрем плюс экстра, хендбэкс микс называется данная позиция. Первым у нас идёт вот такая вот сумочка. Следов износа на самой сумке абсолютно никаких нет. На ручках также без следов износа, что касательно ремешка, то же самое. Внутри два больших отделения, вот здесь вот перегородка. Хотя нет, смотрите-ка, это по-моему даже две сумки. Да, это две сумки, одна вложена в другую. Вот здесь вот есть крепление. Так или иначе, давайте проверим замок. Ну, замок работает отлично, не заедает. Правда, немножко надо выправлять, чтобы он пошёл как надо. Так, небольшой кошелёк. Тоже следов износа абсолютно никаких нет. Так, похоже, новая сумка. Один большой отсек. Следов износа опять же никаких нет. Большая женская сумка. Так, немножко отодвинем. Большая женская сумка, тоже следов износа на самой сумке я не вижу. На ручках этой сумки также без следов износа. Замок работает отлично, не заедает. Одно большое отделение, и кто-то оставил нам жвачку. Вот, на дне сумки. Ладно, мы это уберём. Если вдруг не надо убирать, то только напишите. Следующая сумочка небольшая, она закрывается на магнитную клипсу. Следов износа опять же на самой сумке я не вижу. На ремешке также без следов износа. Внутри опять же одно отделение и несколько небольших кармашков. Вот один из них закрывается на замок. Еще тоже одна небольшая сумка. Также следов износа по тертой сети я вроде как не вижу. Здесь у нас тоже одно большое отделение. Там несколько кармашков есть. Замок работает отлично, не заедает. Так, еще одна сумочка. Замок работает хорошо. Два боковых отделения закрываются, насколько я понимаю, на магнитную клипсу. Следов износа абсолютно никаких нет. Так, небольшая тканевая сумка. Похоже, тоже новая. Также без следов износа. Замки работают отлично. Да, не заедают. Еще одна небольшая сумочка. Закрывается также на магнитную клипсу. Два отделения. Одно большое и одно маленькое, видимо, для документов. Следов износа на ручках нет. Поэтому, опять же, придраться не к чему. Следующая сумка. Здесь есть небольшая потертость. Сразу можно заметить. Так, на ручках, в принципе, следов износа нет. Тоже одно... Так. Есть одна перегородка. Два отделения, получается. И несколько кармашков внутри. Тоже еще одна большая сумка. Небольшие потертости снизу. Так, на ручках следов износа нет. Внутри одно большое отделение. Закрывается это все, опять же, на магнитную клипсу. Также еще одна женская сумка. Похоже, новая. Следов износа на ручках нет. Состояние сумки отличное. Так, здесь закрывается все на замок. Опять же, замок не заедает. Работает хорошо. Следующая сумка. Вот такая вот. Тоже следов износа никаких нет. Закрывается, опять же, на магнитную клипсу. На ручках также следов износа я не вижу. Следующая сумка. Ну, немножко вот эта вот мягкая часть, конечно, уже пострадала. Она, видимо, была очень белой раньше. Так, внутри закрывается на замок. Замок работает отлично, не заедает. Ручки стали немножко облазить, но в целом не критично. Так, также здесь у нас еще и ремни попадаются. Вот, например, вот такой вот ремень. Из кожи, кстати. Размер здесь указан 125. Ремень, похоже, новый. И вот так. Это, по-моему, какая-то часть от сумки. А, не ремень. Так, следующая сумка. Написано, что правда. Давайте поверим. Следов износа на самой сумке нет, опять же. Замок работает хорошо, опять же, не заедает. Следов износа на ручках нет. Еще одна большая женская сумка. Также перегородка посередине. Тоже следов износа я не вижу. Ни на ручках, ни на самой сумке. Так. Закрывается на магнитную клипсу. Следов износа на самой сумке нет. На ручках также без следов износа. Множество отделений. Часть из них закрывается на магнитные клипсы. Часть из них закрывается на замке. Давайте один из них попробуем передвинуть. Да. Работает нормально, не заедает. Так. Тканевый ремень. Так. Тоже вот еще один ремень. Но уже не тканевый. Скорее всего, кожзам. Так. Вот такая вот тканевая сумка. Ну, в принципе, состояние хорошее. Придраться, опять же, не к чему. На ручках тоже следов износа нет. Самок работает отлично. Не заедает. И одно большое отделение. Никаких кармашков внутри нет. Так. Немножко передвинем. Так. Вот такая вот сумочка. Здесь уже есть какие-то, правда, черточки непонятные. Опять же, следов износа на ручке я не вижу. Опять же, закрывается на замок. Замок не заедает. Работает отлично. Внутри много всяких кармашков. Куда можно славить всякую мелочь. Так. Опять же, Dolce & Gabbana тоже поверим. Но, скорее всего, это действительно Dolce & Gabbana. Так. Следов износа на самой сумке. Внутри нету. Замок не заедает. Небольшая женская сумочка. Тоже без следов износа. Закрывается, опять же, на замок. Замок не заедает. Следов износа на ручках нету. Так. Вот еще одна сумка. Очень массивный такой ремешок у него. Одно большое отделение. Опять же, есть несколько кармашков. Закрывается он. Так. Видимо, как-то сгибается. Я не знаю. Ну, ладно. Давайте не будем экспериментировать. Оставлю в покое. Так. Вот такая вот большая сумка. Даже не знаю. Тканевый чемодан, наверное, можно было бы обозвать. Скорее всего, так оно и есть. Здесь абсолютно никаких следов износа нет. Большая женская сумочка белого цвета. Здесь, правда, уже вот тоже опять какие-то черточки есть. Но, в целом, следов износа на ручке нету. Закрывается на магнитную клипсу. Два отделения. Небольшая перегородка для мелочи. И, в принципе, к этому уже нечего добавить. И последняя сумка, которая идет в этом мешке. Марка H&M. Следов износа на самой сумке я не вижу. А вот касательно ручек немножко начали распускаться, конечно. Следов износа на ремешке также. Так, на ремешке нету. Внутри одно большое отделение. На этом все.